Как белый, одинокий подснежник сегодня в эфире я. Всем-всем-всем привет, дорогие наши зрители и слушатели. Меня зовут Маша, новая вечерний эфир на теле радиоканале Страна ФМ начинается. Я сегодня в гордом одиночестве, но Миша, вместе со мной, конечно же, в памяти Мишке большой привет. Но, как и всегда, каждый будний день к нам сюда приходят гости. Вот они-то главные виновники нашего вечернего эфира, которые связаны с юмором. Сегодня у нас в гостях актер, композитор, певец, саунд-продюсер, режиссер, телеведущий, сценарист, шоумен, а также участник и чемпион высшей лиги КВН «Натомленное солнце» Максим Бабков. Максим, как я рада тебя видеть и слышать. Здравствуй. Слуха, людей перечислила, а я один. А ты один, представляешь? Сейчас, подожди, я тут поправлю. Да. Выходи из нашего купе. Здравствуйте, Маша. Здравствуйте. О, как приятно. Нас так учили, учили так. Настоящий джентльмен. Да. Присаживайся на этот железный трон. Сегодня он твой. Располагайся поудобнее. Как настроение? Ну, как человека, сидящего на железном троне, наверное. А я думала, у тебя летнее классное пляжное настроение. Я, например, пришел пешком. О, откуда? Я прошелся пешком. Ну, это интимная подробность, но я думаю, что будет уместно ей поделиться. Я отдал свой любимый автомобиль на ТО. И сейчас мой друг с помененным маслом, фильтром. Все как следует. Понимаете, ждет меня. С кондиционером, наверное, перезаправленным, да? Ждет меня. Да там все, понимаете. Прям ждет меня, когда я закончу наш с вами часовой роман и вернусь к нему. Мне нравится, какими мы сразу метафорами заговорили наш часовой роман. Максим, на самом деле мы будем говорить о юморе, поэтому сегодня я предлагаю веселиться, смеяться. Да, я знаю, что вы человек как раз-таки из юмора, дружите с ним, общаетесь с ним, так сказать, как со своим близким другом. Вообще я на 80% из воды, как и все люди. А я думал наоборот. И только 20% там могут претендовать на юмор. Ну, вот эти 20%, тогда позвольте, я сейчас попытаюсь как-то наружу вытянуть. Да, поделитесь каким-нибудь секретом, лайфхаком, как научиться относиться к жизни с юмором. Есть у вас какой-нибудь такой секретик? Во-первых, первое, не надо относиться к жизни как к лайфхаку, как вы сказали. А к жизни надо относиться как к жизни. Да, надо как к жизни. Ну, я поделюсь, наверное, какими-то последними своими новостями. Я не так давно был на молодежном образовательном форуме «Территория смыслов». Да, «Территория смыслов». И это к юмору как раз, что, к сожалению, к счастью, это к моему счастью, что о серьезных вещах, о каких-то больших глобальных проблемах без юмора невозможно говорить. Потому что юмор, как оказывается, это ключик ко всему. То есть может быть ко всему, как к серьезному, так не к серьезному, к важному и нет. К сердцу, да. Это может быть, это и щит и меч. И юмор, если раньше там, ну, вспомните, не вспомните, была такая программа, я не знаю, смотрите вы ее, что никогда есть такая. Конечно, я обожаю эту программу. И когда-то у одного из джентльменов из этого клуба, у Козлова спрашивали, он говорит, ну, что такое чувство юмора? Он говорит, для меня это индикатор интеллекта. Это хорошее выражение. И поэтому я, конечно, сразу за это ухватился. И в глазах многих сразу стал умнее. Я не знаю, насколько это правда, но выгляжу именно так. А вот выгляжу абсолютно точно. Да, друзья, мы совсем скоро продолжим говорить о юморе. И не только напомню, что сегодня у нас в гостях Максим Бабко. Вы смотрите и слушаете вечерний фир на теле, радиоканале «Страна ФМ». Оставайтесь с нами. А кто сказал, собственно, друзья, что вы одни? Вы не одни, вы в отличной компании. Меня зовут Маша Новая. Максим Бабков сегодня тоже у нас в эфире. Кстати, хочу заметить, у участника команды КВН «Утомленный солнце». Лучшая команда на свете. Лучшая команда. Высшая лига. Я смотрела. Самая высшая лига. Росла на вашей команде, можно даже так сказать сегодня. Позволю. Успешно. Росли на нашей команде. А может, поэтому я такая веселая и юморная девчонка и выросла? Я раздержусь от комментариев, но пусть будет так. А вот, на самом деле, друзья, очень скучная, вредная. Нет, КВН, это здорово, что я могу сказать, знаете. А как ты попал вообще в эту команду? Я знаю, что было несколько таких предысторий, и тебя потом туда пригласили, правильно? Это путь был недолог. Недолог? Нетернист. Быстро. И резво. Некоторые называют эту историю «золушки», но я так не считаю. Я считаю, это было вполне заслуженно. Но если коротко, я родился в Удмуртии, город Воткинск, это родина Петербурга. А, мы решили прям сразу с рождения начать, коротко. КВН начался там. КВН родился вместе со мной. Мой КВН родился вместе со мной. Хорошо. Я родился там, там, в общем-то, и первые мои КВНовские успехи проходили. Была организована Удмуртская лига КВН, я был редактором этой лиги. В течение двух лет набирались ребятки, тренировались, и мы собрали сборную Удмуртской республики. Очень классная сборная. Мы приехали к Александру Васильевичу на фестиваль в 2001 году. Мы выступили, выступили очень хорошо, вернулись домой, и через неделю мне позвонил Руслан Хачмамук. Этот разговор я до сих пор помню. Он, правда, почему-то его забыл, но это не важно, главное, что помню я. Мне казалось, что меня разыгрывают мои подопечья. А что было в этом разговоре такого? Он позвонил, говорит, здравствуйте, я Руслан Хачмамук, капитан команды КВН «Там Леной солнцем». Мы видели ваше выступление, не хотели бы вы играть, поработать в высшей лиге. Ух ты! Я, естественно, как бы уже так слышу и угадываю, кто бы мог, вот кто бы из моих ребят мог так говорить, вот Юра Пахомов или Леша, значит, это кто-то. И я скажу, конечно. И я уж там... А, то есть ты вообще не сразу поверил, да? Ну, это розыгрыш, потому что за ними такая, как бы, штука водилась. И я думаю, ну, конечно, что бы, говорю, а какие гонорары, что бы делать, вы знаете, я хожу только на носках, не могу, но что-то на репетиции. И слышу там непонимание какой-то, тупик у человека. У меня все холодеет, я говорю, боже мой, простите, я просто думал, меня разыгрывают, давайте начнем сначала. И он как мужественный человек, как джентльмен, тоже сказал, что я Руслан Хачмамук, я приглашаю вас в Высшую Лигу. И я просто сказал, когда ехать? И уже через неделю я ехал на свои первые авторские сборы, там я познакомился с теми, у кого я учился, это воистину так, это Гарик Мартиросян, это Чип, Царство Ему Небесное, вот. Вот, и вот все-все-все, я сейчас могу перечислять, потому что там Дмитрий Никифоров, это те люди, с которых я очень-очень-очень много впитывал. И привозил сразу же в свою сборную, и тут же обновлял, и тут же перенимал какие-то приемы. А потом меня уже даже пригласили в российскую школу КВН, раньше она была, я не знаю, как сейчас она здравствует или нет, но штаб-квартир находился в Казани. Ух ты, российская школа КВН, я на самом деле впервые об этом слышу, там воспитывались ребята-КВНщики как-то, взращивались в команде или что-то было? Ну, как бы, как Александр Васильевич говорит, что КВН это маленькое, но искусство, и этому нужно обучать. То есть есть некие правила, есть технологии юмора. И вот, например, есть, чем я тоже горжусь, есть такая книга, называется «Что такое КВН?». У нее есть уже несколько изданий, я уж не знаю, какое сейчас по счету, но есть четвертое, самое лучшее. Конечно, потому что там что? Конечно, потому что там юмор, который надо читать, учить и изучать. Четвертое издание, так, друзья, запомните, пожалуйста. Под сборную Дмуртии читайте, там очень хорошие шутки. Подожди, ты писал для этой книги, ну, как бы, какие-то твои статьи? Нет, это наши шутки, которые мы, как сборную Дмуртии, значит, транслилили. Опубликованы в этой книге? Да, брались как примеры, классические примеры юмора, технологии юмористических, то есть тезис, антитезис, синтез и прочее, прочее, прочее. Подожди, отсюда сразу же следующий вопрос. Ты говоришь, что есть некие правила для игры в КВН и так далее. Правила построения, технологии, да, построения юмора. А можешь вкратце как-то вот обозначить, как в КВН строится юмор и чем-то он, подожди, Макс, а он чем-то отличается, например, от каких-то других юмористических форматов? Ну, давайте так, просто, как опять-таки Александр Васильевич говорит, как живем, так и шутим. Так, мы ссылаемся только на Александра Васильевича всегда. Ну, это авторитет номер один. Так. Потом есть еще один авторитет номер один, авторитет один плюс, и вот там есть там сборная авторитета. Хорошо, хорошо. Вот, так вот, он говорит и не лукавит, ведь юмор меняется вместе с нашей жизнью. И если, например, я как воспитанник, а я могу смело сказать, что я воспитанник армянского школы юмора, немножко с помесью уральского, потому что я играл и в Уральской риге КВН, в Челябинске и в Екатеринбурге. Так вот, юмор был, это было похоже действительно на какое-то литературное произведение, то есть там сохранялась форма, там была логика, там было какое-то, то есть вот, ну, и была форма. А сейчас это все превратилось, ну, в какие-то маленькие крапули, в основном, значит, какие-то рассказы и исповеди нам повествуют. Ну, посмотрите, просто сам по себе юмор, его, ну, как сказать... Немножко трансформировался, правильно? Конечно, трансфер, ну, как сказать, технология подачи изменилась кардинально. Макс, вот у меня сразу же, вот к тебе, не знаю, такое наблюдение. Может быть, раньше это был некий такой театр-миниатюр, скажи, а сейчас, может быть, это переросло в театр как-то одного актера, больше стендапа, какого-то монолога, нет такого? Могу и согласиться, и нет, потому что это зависит от стиля каждой команды в отдельности. Каждая команда выбирает себе, по какому пути она развивается. Все зависит от количества, конечно, и авторского состава, и целей, и антуража, и формы юмора. И есть актеры, и нет актеров, потому что есть, например, сборная малых народов, там их вообще двое там, и чего там делить-то там было? Макс, я предлога... Один заболел, укол команды не пришло, понимаете? Вот давай о разновидностях юмора и вообще о том, какие команды сейчас есть в КВН, ты же наблюдаешь наверняка за игрой в КВН. Мы поговорим сразу же... Я сделаю вид, что я это делаю. ...после музыкальной... Да-да-да, она все кивает, да-да, друзья, мы скоро вернемся, оставайтесь с нами. И вновь врываемся в вечерний эфир, мы сразу же меняем градус настроения, да, вот с этой лирики на позитив. Максим Бабков сегодня... А вот еще Есенин. Так, а вот Есенин, да? А вот еще сейчас, но это потом уже, да. А вот, кстати, интересно, друзья, вот мы сейчас даже в перерыве, пока была музыкальная пауза, с Максом разговорились, я говорю, ну как, ты такой многогранный, занимаешься этим, и режиссурой, и продюсированием, ты и поешь, ты в КВН играл. И плюс еще с недавнего времени ты закончил ГИТИС, актерский факультет. Да, есть грех у меня такой. А вот скажи, после КВНа учиться профессионально в актерском вузе, как это вообще? И как люди к этому относятся, к тебе, к КВНчику? Это замечательно, я скажу. Вообще учиться это замечательно, мне всегда это нравилось, наверное, потому что получалось. Вы знаете, как, вот у каждого свой спорт, у каждого свой вот кайф, а вот мои любимые книги, например, всегда были учебники, там, учебник по истории, учебник, там, по физике. Я вот очень любил вот учебники, потому что мне всегда казалось, что в книжках там все наврано, выдумано, а здесь точное издание. Тебе же даже прочили математическую карьеру, насколько я знаю. Конечно, я учился в физико-математической школе, я должен был учиться в Ленинграде, в академии. Это вообще уникально. То есть ты такой по жизни вечный студент получаешься, или все-таки немножко не точно? Чтобы меня так называли. Я называю «человек пытливый ум», называйте меня так. О, ну то есть ты все время ищешь-ищешь себе, хочешь раскрывать какие-то разные грани. Я просто открою секрет. Дело в том, что когда меня жизненная дорога куда-то выводит, и я сталкиваюсь с тем, что мне не хватает какой-то компетенции. И до какого-то времени я могу идти по наитию, по чутью, по каким-то там, ну, спонтанно. И в конечном итоге, а я же дева, мне очень важно до всего докопаться до сути. И я всегда говорю, мне не хватает теоретической базы. Мне нужно убедиться в том, что я делаю правильно. К несчастью, да. Поэтому, конечно, когда я, это мне было 30 лет, и меня взяли мои друзья на слабо и сказали, что ты пишешь. А я тогда был спичрайтером для многих, там и Андрей Малахов, там и для Вани Урганта немножко там что-то писал. Ну, там, какие-то премии я там писал и ставил, как сценарист и режиссер. А тут они говорят, ты для себя ничего не напишешь, напиши. Они взяли меня на слабо, и я вот пять месяцев потратил, и написал проект замечательный, на мой взгляд, потому что он мой. Поэтому он замечательный. Называется «Одна мечта». Это был моноспектакль с симфоническим оркестром. И я решил так вот. Ты решил сразу масштабом взять, да? Я все, что я умею, вот все, что я умею, я решил это все собрать. Потому что, ну, я выпускник Академии, что же я музыку не напишу и не оркеструю ее? Я напишу и оркеструю. Я закончил государственное управление, я менеджер, я могу планировать, что я не проведу рекламную кампанию, не организую процесс. Вопрос не в этом. Ну, подожди, а все случилось? Конечно. Все успешно прошло? Конечно. Была премьера, потом я два года этот спектакль, он жил. Причем он жил как в большом варианте, так и в камерном варианте. Есть релиз на DVD, он вышел. Я вот сейчас 10 лет в этом году исполняю этот проект, и меня подмывают. Давай, вожди, ну что ж ты отстаешь? Да, вожди в сеть, пусть люди радуются. Вот, очень наивный, очень такой легкий какой-то проект, но именно он дал мне вот это ощущение, где мне максимально хорошо. Вот я четко почувствовал, что вот здесь... А вот где, кстати, на сцене или же за письменным столом все-таки? Вот не просто на сцене, вот не просто на сцене, а там вот... Почему этот формат назывался, и я его... Вообще это как бы спектакль-монолог больше, но написано моно-спектакль, ну и шут бы с ним, но это спектакль-монолог. И вот в этот момент я просто испытываю огромное количество счастья. То есть я общаюсь с публикой, я чувствую, и меня никто не перебивает. А-а-а, вот оно участвует! Это был первый восторг такой, и были разные отзывы, и критики подходили, сказали, что вы очень там интересны, все это здорово. Это вы сами написали? Да, я сам это написал очень, да вы еще и драматурки. Я говорю, да. Они говорят, ну здорово, но вам надо бы подучиться, потому что у вас видно, что вы талантливы, но у вас нет школы. Я говорю, ну что значит нет школы? Я же, я не знаю, они говорят, ну вы вот когда начнете, вы поймете. И я это понял. Когда в 33 я поступил в ГИТИС, и первые полгода это был какой-то нескончаемый ад. Мне казалось, что меня взяли только для того, чтобы надо мной издеваться. Макс, простите, я знаю, я уже поняла, что ты не любишь, когда тебе перебивают, но я сейчас вот нагло себе позволю. Вообще я предложу бы вам выйти, конечно. Я выйду, друзья, все, сейчас музыкальная пауза, Максим остается здесь один, все, я пошла. Страна ФМ, здесь я, меня зовут Маша Новая, Максим Бабков, сегодня вместе со мной в вечернем эфире. Я что, должен подпевать? Давай, да, а ты же это умеешь делать профессионально. Это мне там кто-то наступил на ухо. Не надо, я честно скажу, что я не хочу даже конкурировать с вами, вы так прекрасны, что вот все, будьте сегодня. Но петь я все равно, Максим, не умею. А до тебя сейчас буду допытываться. Ты же закончил Гнесиных, правильно? Академию Гнесиных, да. Расскажи об этом, как это было, почему ты пошел именно петь? Ты вообще вокалом занимался с детства или как ты к этому пришел? Не, ну, начнем с того, что у меня очень музыкальная семья, там и прабабушки, и бабушки, и все это очень любят. Потому что на самом деле, если так взять о культуре, то песня это, наверное, самое яркое и правильное, и четкое выражение культуры народа. Потому что именно в ней зашит и код какой-то вот музыкальной той местности, той общности людей, к которой ты принадлежишь. Поэтому для меня это было как дешифрация, когда и ты его считываешь, и потом начинаешь его генерировать, потом ты начинаешь его разбирать и как-то пытаться с ним вжиться, встроиться, почувствовать это в себе. Поэтому вот, например, я очень любил одно время Инну Желанную. А она же там... Это все с фанком, а я очень люблю джазовую и фанковую музыку. Я прямо думал, ну вот, вот где я родился, вот она моя страна. Почуял я тебя, конечно. Вот она страна, и ты на стране сегодня как раз. А потом, когда я закончил... На стране АФМ. И вот когда я закончил музыкальное училище, и потом для меня даже выбора какого-то не было, я просто очень хотел постичь ее дальше. Потому что есть вещи бескрайние, как космос, так и музыка. А я же по складу математики, и для меня было интересно решать все вот эти задачки гармонические еще какие-то. И еще такой, как бы, болен аналитикой. Всегда было интересно разобрать. То есть берешь шестую симфонию Чайковского, а она партитура красивейшая. И вот они вот параллельно все уходят сюда, вот он контрапункт. И ты прямо испытываешь какое-то вот счастье от того, что ты понимаешь, что здесь накалякано. Я вообще не понимаю, что это контрапункт, что это? Для всех это открываешь и не думаешь, господи, кто испачкал бумагу, они спросят. А я скажу, нет, это шестая симфония. Нет, понятно, что есть такая партитура, как там партитуры Шнитке, да даже вот и поздний Шостакович. Там, конечно, голова сломается у неподготовленных человек. Но вообще это очень красиво с точки зрения какой-то эстетики. Красивая музыка, она красивая и на бумаге. Это как вот у летчиков. Красивый самолет хорошо летает. И вот красивая музыка, она красивая и на бумаге. Но смотри, ты сказал, что музыка является таким своеобразным отражением нашей страны, отражением и времени, в котором мы живем. А вот сейчас из современных исполнителей наших, может быть, эстрадных, поп-исполнителей... Мне сейчас это слово... Лобода мне сейчас произносить? Уже можно, да-да-да. Лобода! Лобода! Мы репетировали за именем. Я знаю это слово. Макс, ну я надеюсь, что ты не только лободу знаешь. Сейчас твои знания тебе пригодятся. Я знаю эту артистку только потому, что мне заказали однажды написать песню в стиле... Лободы? Да, лободы. Твои глаза не ты написал? Нет, с счастью, нет. Я такой... Я честно скажу, что нужен особый талант. Я таким не обладаю, к сожалению, наверное. Потому что был бы я, не знаю, там тогда знаменитым, богатым, я не знаю, что-нибудь было. Вообще был бы, вообще. А так я вот, да. Но было интересно что-то поискать. И у меня получилось, все-таки я написал эту песню, и она получилась все-таки такой, знаете, какой-то вот норвежский, шведский поп. И мне очень понравился. Ух ты. Там такой куплет красивый получился. Я прям думаю, блин, в этом что-то есть. А для кого эта песня была? Ну, на заказ попросили сказать. А нельзя, да? Нельзя озвучить, для кого это было? Это был частный заказ вот такой, да. На мероприятие? Ну, там, не на мероприятие. Для своих личных целей. Хотели человеку подарить, сказали, мы хотим спеть песню, вы умеете петь, нет? Я говорю, это хорошо. Я все умею, я учился, у меня три-четыре высших образования. В общем, Макс, наш следующий конкурс будет немножечко отчасти связан с музыкой и современными популярными исполнителями. Я думаю, ты уже понял, для чего я взяла стикеры. Ты будешь заклеивать мне рот, я помню, Света, я понимаю. И два глаза, чтобы никто не видел. Нет, смотри, знаешь такую игру, когда клеишь себе на лоб стикеры, а там написан некий артист, человек, которого ты должен будешь угадать. Скажи, то есть мне надо сейчас наклеить себе на лоб артиста? Я тебе это сделаю, а ты напишешь на этом стикере своего любимого артиста, ну, какого-то очень популярного, ну, типа вот Светланы Лободы, чтобы я могла догадаться, кто это. Черт, это будет легко угадать, потому что кроме Светланы Лободы. Больше, больше никого. Все, я сейчас пишу, но самое главное условие, как мы будем допытываться, кто у нас на лбу будет изображен. Мы можем задавать вопросы, на которые оппонент может отвечать только «да» или «нет». То есть, например, я блондинка, и ты говоришь «да» или «нет». Я вообще мужчина, артист или женщина? Сейчас, подожди, подожди, я напишу сейчас, я напишу первого артиста. А можно так отвечать «да, нет». Так, нет. Так. Так, ты написала своего артиста, это будет у меня на лбу. Я очень надеюсь, что ты его знаешь. Да. Иначе это будет фиаско. Я ожидал, что позор будет рано или поздно на этом эфире. Все, ты не видишь этого артиста сейчас. Я думаю, что он случится так скоро и в прямом эфире. Так, подожди, я приклеиваю тебе. Аккуратно. Теперь ты пишешь своего любимого артиста и приклеиваешь мне его на лбу. Он должен быть ныне здравствующий, да? Здравствующий, да. Ну и знаешь, ну прям вот реально явно популярный, которого я, блондинка, смогу отгадать. Никого-нибудь там из джаза. Пожалуйста, я в джазе не сильно, Макс, я тебя умоляю. Кто-нибудь из российской. Поверь, он не из джаза. Он не из джаза, хорошо. Кто-нибудь наш из российской эстрады. Или она. Ну, я не знаю, кто сейчас тебе в голову придет. Все, не показывай мне этого артиста, приклеивай мне стикер на лоб. Я даже сейчас закрою глаза. Слушайте, а почему вы маркером не пишете на лбу? А, просто на лбу как татушка будет тогда. Практичнее. Так, хорошо. Просто вот так вот, да? Да. Слушай, у тебя совершенно... У меня не приклеивается, да, совершенно? У тебя не клейкий лоб, надо послюнявить. А, все, давай, я буду придерживать тогда. Хорошо, давай. Ну, меня сейчас так загримировали, конечно, ничего не клеится. Давай с тебя начнем. Ты первый, задавай мне вопросы. Про себя, ты отгадываешь себя. Я себя отгадываю, кто я, да? Кто ты, да, ты должен догадаться. Я мужчина, я надеюсь. Ты мужчина. Точно? Хорошо. Почему ты сразу так начал разговаривать? Мы же говорим про шоу-бизнес. А, ты думаешь, так все разговаривают. Нет, я просто, мне говорили, что там... Но ты попал в интонацию, прям, что ты есть у этого артиста. То есть я мужчина... Ты мужчина. Я мужчина, хорошо. Мужчина, это главное, да. Еще задавай вопросы какие-нибудь. А, мне несколько? Да. Ты же должен догадаться, кто у тебя. Я хорошо пою. Ты хорошо поешь, да. У меня красивые костюмы. Да. Я Филипп Киркоров. Нет, все, теперь я. Я проиграл? Пока еще нет. Первая попытка сгорела. Давай, всего три. Я же... А, мужчина. Ты мужчина. Да, я мужчина, это же не Филипп Киркоров. Извини. Ой, сейчас было тонко. Извини, извини, извини. Давай, ну-ка. Так, поехали. Я женщина? Ну, в смысле, нет. В смысле, тот вот, кто на лбу, я женщина? Да, да, да. Нет, нет, нет. Ты, да. Так, пожалуйста, определись на лбу. Все, нет, ты не женщина. Я мужчина. Да. Представляешь, у нас будет один и тот же человек. Я хорошо пою? Налюбить. Налюбить. Ну, в общем, да. Так, я блондин? Господи. Вот я и посыпался. Нет. Я брюнет? Да. Я, так, я брюнет, я высокий? Ну, в таком росте, да, да, да. Высокий, да? Я крупного телосложения или стройный? На первый вопрос нет, на второй ответ да. Крупного? Нет, не крупный. Но спортивный? Ну, такой. Высокий. Я Филипп Киркоров? Нет, я Филипп Киркоров. Хорошо, но я мужчина брюнет. Окей, давай, теперь твоя очередь. Значит, мужчина. Я хорошо пою, у меня красивые костюмы. Красивые. Красивые костюмы. Очень. Господи, я же никого вспомнить-то не могу. Ну, спроси, ты блондин или ты брюнет? А, вот я блондин? Ты блондин? Я натуральный блондин. Натуральный блондин. Я Николай Басков. Да. Я Николай Басков. Молодец. Его уже снимали? Да, ты можешь снимать. Так, подожди. А мне-то надо догадаться. Макс, я точно знаю этого человека? Я, подожди, я молодой артист? Да. Да. А, молодой. Относительно тех, с кем он живет, он очень молодой артист. Живет? Это Сергей Лазарев? Не, не Сергей Лазарев. Туда, но... Туда? Дима Билан? Нет, обратно давай. Обратно? Обратно на выход. Так, ну, Критни Брюнет. Подожди, Тимати. Нет. Спортивный. Но он как бы не смотрел... Он не толстый. Он не толстый. Нормальный такой просто и все. Сейчас вот из недавнего песня выстреливала у него? Ты знаешь, все его песни выстреливали еще до того, как он родился. Все песни, которые он поет... Он, то есть, перепевает чьи-то песни? Да, он просто берет, и я так полагаю, что он просто... Ворует чьи-то песни? Нет, ну не ворует. Он прямо признается, что стихи Добронрава, вы понимаете, там, музыка пахмутовая, что объявляет-то все. Мне сейчас выкрышесер говорит, он знает, кто это, потому что он еще и видит, а я вообще сейчас не понимаю, о чем идет речь. Нет, я просто надеюсь, что я говорю правду. Да, 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 вот подсказал. Вы поставили меня в тупик. Так, окей, я сольный артист, не в группе пою. Нет, его бы в группу никогда не взяли, потому что, как бы, здравомыслящие люди... Эмин? Я Эмин? Нет, он бы и не смог, понимаете, вот этот человек у вас на лбу, он бы никогда не смог ни с кем ужиться. Он слишком прекрасен, слишком прекрасен, самобытен, чтобы быть еще с кем-то какой-нибудь именно Прохор Шаляпин и есть. А, серьезно? Ахаха! Обалдеть! Питюню, молодец. Вот я никогда бы не подумала, что ты мне Прохор Шаляпина прикрепишь. Я могу рассказать, почему я вспомнил именно его. Почему? Расскажи. Я не так давно ездил к маме, у меня мама живет сейчас в деревне, у него сейчас прекрасный отремонтированный домик, она там так чудно живет, я приехал. Я приехал под вечер, и стыдно сказать, я зашел, а у нее включен первый канал, и там идет, пусть там говорят, и какая-то штука, и там в гостях был! А вдруг он сейчас нас слушает, Макс? И он рассказывал про то, там... Про кого? Он сказал, я зашел, и он сразу сказал, что меня любят женщины постарше. Все, друзья, закругляйся на этой теме, Максим, чтобы он до конца тебя не возненавидел. Уходим в музыку, в клипы, в песни, в танцы. Скоро вернемся, да. Все, кончаем этот фарс, друзья. Возвращаемся к вечернему эфиру. Максим Бабков сегодня вместе со мной. Трогательная такая. Трогательная? Макс, ну давай поговорим о настоящем. Давай поговорим о том, чем ты сейчас конкретно занимаешься. Я знаю, что ты очень талантливый режиссер, в которых ты просто осчастливливаешь своими работами, постановками. Ты вот так скромно мне сказал сейчас в музыкальной паузе, ну каких-то хотя бы 4000 человек, если получится осчастливить. Ну больше не помещается, если на спортивной ряде. Ну ты что, это же гигантская цифра. Ну, были цифры и побольше. Например, где? Например, в Сочи на Большом у меня было 14 тысяч человек. Ох, ох, ох. Что это было за мероприятие? Это был... Впервые в нашей стране проходил матч всех звезд по баскетболу. Вот, и я занимался и открытием, и всем матчем, и графическим оформлением, и сценографией. И вообще так было круто. Это был могучий проект. Какой концепт был? Это могучий проект. Я все делал в таком стиле граффити. То есть у меня были огромные двигающиеся такие кирпичные стены, очень много неона, очень много каких-то таких граффити. Был потрясающий танцор, у меня были классные. У меня было огромное сердце, которое превращалось в баскетбольный мяч. О, круто, концептально. Трансформировалось. Ну, потому что люди, которые занимаются спортом, они же относятся к этому не просто, вот я поиграл и ушел, это часть их жизни, отделить их невозможно. Да, вот сейчас Зюбушка у нас. Зюбушка, ты так его называешь? Мне нравится просто у него история. Артем, во-первых, очень лиричный человек. Артем очень хороший. Он очень лиричный, и я рад за него, то, что ему удалось побороть и себя, и повернуть свою судьбу, и снова уже быть в зените, и снова быть как бы форвардом из первой нашей пятерки, которые, ну, то есть, первая пятерка, вот кто там, ну, Дзюба, сразу там, мой любимец, нет, у меня есть любимец, конечно. Ну, кто я? Это Рома Зобнин, это вообще, это работяга, это трудяга, я просто сижу и говорю, Рома, ну ты, это невероятный какой-то человек. То есть, я смотрю, чемпионат мира не прошел даром, да? Я готовился, я купил проектор, я поставил, чтобы у меня на всю стену в три с половиной метра бегали наши зяблики и забивали эти чудесные какие-то гаули, совершенно. Я не могу себя отделить от страны, я человек абсолютно этой страны, и уж сколько раз я представлял ее и на международной арене, и в проектах ЮНЕСКО, и Артист за мир. Я был и в Палестине, например, когда там шла война, и нас как раз вот ООН собирало представителей разных-разных стран, тогда было их 40, что-то там с копейками. И мы прямо там, во время военных действий, ну, у нас был такой слоган, да, «We are singing for peace», мы поем за мир. И было несколько конференций каких-то, как каждый там выступил, я считаю, мы выступили очень хорошо, Российскую Федерацию вообще всегда очень почетно представлять. Это такое особое, такое счастье. Ну смотри, и так же тебе удалось принять участие в Олимпийских играх, и пара Олимпийских играх. Расскажи, какую часть ты там принял. Ну, скажем так, я такое скромное участие принимал, но принимал, я исполнял обязанности креативного директора. Ну, всего-то, ну, как бы, да, чуть-чуть. Придумывал, как это все будет. Ну, и песни, подожди, написал заодно. Музыку, музыку. Это была музыка, под которую вручались все медали на всех. На секундочку, скромная, вот такая маленькая часть Максима была. Это особый бальзам моего сердца. Все медали вручались под эту музыку. Они вручались под эту музыку. И на закрытии тоже, когда там объявляли представителей, вот моя музыка, пожалуйста. Макс, я не знаю, как ты можешь оставаться таким скромным человеком после всего того, что ты совершил. Это нереально. А потому что это не самый главный проект. Потому что мой самый главный проект, ему 6 лет и 8 месяцев недавно исполнилось. Это что? Ее зовут Анастасия. Вот, и это мой главный проект. И когда этот проект состоится, и когда я буду счастливым дедушкой, и смотреть и говорить, что да, вот за этот проект мне не стыдно. Вот тогда я могу точно сказать, что жизнь прожита не зря, и все, что я чему научился, и то, что вложил, все взросло. А я тебе скажу, что сегодняшний проект, сегодняшний эфир мне очень нравится. И вот он не просто так. И мы, кстати, уже, к сожалению, должны подходить к финалу. Страна-то большая, да. Страна-то большая, да. Мы переходим к блицу. У нас есть такая традиция. Я тебе задаю вопросы. Ты быстро, не думай, на них отвечаешь, окей? Всего лишь 10. Готов? Отлично, да. Все, поехали. Для меня самое важное в жизни это? Любовь. Идти по жизни с юмором? Хорошо. Если бы сейчас был 2018 год, что бы ты делал? 2018 год? 2018, да. Я бы сейчас шел на охоту. Прошлое. А в будущее заглянем. 3 2018 год. Я бы возвращался с охоты. Год так долго был на охоте с женой. Я много на охоте. Я много охотлив. Много охотлив? Я много охотлив. Когда бы таким же креативным, умным, но уже старым, к сожалению, это случится рано или поздно. Что ты скажешь своим правнукам? Я счастлив. Прекрасно. Если бы не юмор, я бы сейчас... Я бы сейчас писал музыку. Если бы одной шуткой можно было спасти жизнь человеку, что это была бы за шутка? 3, 2, 1. Ну! Это какая же шутка? Юмореска не одна не лезет в голову. Сейчас, подожди. Еще раз задай вопрос. А смотри. Если бы одной шуткой можно было спасти жизнь человеку, что бы это была за шутка? И вот я утопаю уже, Максим. Спаси меня. Пусть будет тишина. Красота или юмор спасет мир? И красота, и юмор. Спасибо, друзья. Потому что красоту спасет юмор, я думаю. А красота спасет мир. О, давай я буду спасать тогда красотой, ты будешь юмором и профессионализмом. Спасибо, Максим Барков сегодня был. Пока! Спасибо тебе большое, Маша. Спасибо. Спасибо. Спасибо.